Приветствую вас, и вы знаете, я не считаю, что вам следует говорить своему мужчине правду. Я думаю, что вам следует в первую очередь разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, в своем, может быть, поведении, которое у вас имеется, потому что в некоторой степени тут есть подходящие, ну, подходящие, скажем так, друг на друга ситуации, вот, когда, ну, когда вы ведете себя, в принципе, похожим образом, вот, и это, к сожалению, довольно тревожный знак, потому что, вот вы говорите, что вас познакомила побруга с вашим, ну, с вашим нынешним молодым человеком, вот, и вы сразу же оказались у него в постели, вот, а вы говорите, что для вас это не свойственно, и потом раскрывается, что оказывается, вы справились с еще одним малознакомым мужчиной, вот, а я не думаю, что это плохо, я не считаю, что это плохо, вот, правда, никак, никак не считаю, что это плохо, но, в поведении вашего молодого человека угадываются нотки преследователя, во-первых, то есть, а с кем ты спала, а когда, когда у тебя был молодой человек, а почему, сколько у тебя не было, не было времени, никого, и так далее, то есть, подобное поведение, как правило, подобная, ну, можно сказать, допроченность, да, она не высосана из пальца, да, то есть, она косвенно пока что, значит, доказывает, что, показывает, точнее, что мужчина ваш, он не уверен в себе, вот, ну, склонен, склонен к тому, чтобы быть неуверенным в себе, вот, и, соответственно, как следствие, склонен к тому, чтобы ревновать, вот, к сожалению, вот, если это так, если это действительно так, то, то, что вы ему скажете, значит, воспроизведет волну, волну всем ревности, волну негатива по отношению к вам, взрыв недоверия, поиск, других каких-то контактов и так далее, вот, поэтому я рекомендую вам проанализировать лучше свое поведение, вот, ему, значит, не говорить ничего, потому что, в принципе, вы сказали правду, вот, об этом, о том, что произошло, он не узнает, и просто так вот, и, как бы, действует дальше, вот, а то, что вы себя корите, то, что вы себя вините, это связано немножко с другим, это, это связано с тем, что вы свою позицию, которая вот у вас есть на данный момент, да, то есть, ну, позиция, вот, связано, может быть, с поведением с мужчинами, или просто с вашим поведением, либо отношением к мужчинам, вот, вы эту позицию не принимаете, то есть, вы стыдитесь того, что делаете. И рассказав, рассказать своему молодому человеку, вы хотите для того, чтобы он вас, типа, как бы, просил, но на самом деле, молодой человек, это не тот, кто должен вас прощать, да, потому что он не судья, не родитель, вот, а простить, вам нужно себя самой, принять, даже не прощать, а принять, а принять то, что вы, ну, делали, вот, то, что вы сделали, вот, увидеть свои потребности, свои желания в этом, вот, и, соответственно, уже больше так не поступать, и, если вам действительно, ну, действительно неприятно, если вы действительно считаете, что такое поведение, ну, недостойно, негативно и так далее, вот, хотя бы от того, что вы ему скажете, по сути ничего не изменится, да и сказали вы правду, вот, на самом деле. А, другой момент здесь в том, почему вы не решились сказать всё, как есть, да, то есть, ну, из-за чего вы не сказали всё, как есть, это вот, конечно, надо бы поисследовать, потому что, если у вас есть чувство вины, то вы ведете себя, как жертва, и, в данном случае, жертвенное поведение неминуемо притягивает к себе людей, эээ, иронических людей, эээ, таких контролирующих, скажем так, которые вам, ну, вряд ли вас, эээ, сделают счастливой. Вот, потому что, ну, раз вы жертва, то, соответственно, они будут подтверждать на мировоззренческом уровне, эээ, то, что вы действительно, эээ, делали что-то ужасное и так далее, а так далее, а так далее, вот, и вы будете, эээ, в этом, эээ, с ними соглашаться, эээ, интуитивно, подсознательно, вот, а может быть, даже и сознательно, вот, будете соглашаться, и, в итоге, ничего хорошего из этого не получится, вот, поэтому я вас тут предупрестаю, вот, то есть, здесь нужно ещё раз, да, чтобы вы правильно поняли, работать над своим поведением, вот, над тем, эээ, сейчас засчитаю. Так, вот вы говорите, не знаю почему, но тогда проще сказать «да», чем объяснить, что я там с кем-то не спала, вот, и, я думаю, что это не случайно, то есть, не случайно вы не сказали правду, вот, то есть, прислушайтесь к себе, прислушайтесь, прислушайтесь к тому, почему вы не сказали правду, к своей интуиции прислушайтесь, вот, это необходимо для вас, прислушайтесь к своей интуиции, вот, ибо в данном случае, ну, интуиция ваша, она говорит вам то, чего вы, может быть, может быть, сами не видите, не видите, вот, так что вот так, так вот вам можно ответить на ваш вопрос, надеюсь, что это было, было для вас полезным, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.